Добрый вечер дорогие телезрители, понедельник 19.15 в эфире национального телевидения, программа «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Без ложной абсолютно скромности я скажу, что среди, наверное, моих коллег-журналистов я, наверное, больше всех разбираюсь в технологиях энергосбережения, энергоэффективности и тому подобных вещах. Это совсем не шутка. Сегодняшняя наша тема будет касаться концепции умного города, который мы прорабатываем давно и упорно, включается все больше и больше профессионалов в этой отрасли. И тут мы натыкаемся на такой вот момент. Для многих из нас город это прежде всего коммунальное хозяйство, это ЖКХ, это горячая, извиняюсь, вода и работающая канализация. Так вот, готовы ли ЖКХ нашего города к умным технологиям? Об этом мы поговорим сегодня. А толчковым моментом послужило то, что 6 июля я присутствовал на церемонии ввода первого, наверное, серийного умного дома. Умный дом это не тот, когда вот заходишь, говоришь, дом, я пришел, хозяин, включи ко мне свет в той области, сделай мне градус такой, это тепло, хотя это киношное утверждение, оно не лишено здравого смысла. В принципе, в скором, наверное, ближайшем дома так и будут управляться. То есть голосовой интерфейс там, распознавание, извиняюсь, чуть ли не лица, технологии к этому идут. Пока на существующих платформах каким будет умный город, умные дома, об этом мы поговорим сегодня в программе «Один из нас». Я сказал уже, что включаются в разговор профессионалы, профессионалы большие, на самом деле, представители одного из ведущих управляющих компаний, которые, ну, по крайней мере, по моим расчетам, утверждают, что не страшится вот этих тех примочек, которыми наделяются умные дома. Интегратор как раз вот нашего проекта по Кларе Цеткин, который сделал, ну, интерфейс пользователя, да, который позволяет считать все расходы, сделать вот эти расходы, из которых складываются вот эти квитанции управляющих компаний, да, более прозрачными. Советник главы города, который я уже, ну, не первую, скажем так, встречу провожу, руководитель проектного офиса города, который занимается концепцией умного города, да, ведь умный город, я тут сделаю оговорочку, умный город, это же, мы же уже привыкли к тому, что камеры выписывают штрафы, переходы управляются, ну, там, вернее, светофоры управляются каким-то, пусть пока примитивными, но автоматизированными системами управления, да. Умный город, он давно стал реальностью, еще раз говорю, у квитанцев штрафы выписываются, мы можем посчитать, скажем так, свои расходы на счетчиках умных и так далее, и так далее. И представитель, я тут призадумываюсь, да, то ли ресурсная компания, то ли все-таки общественная организация, которая представляет ассоциацию многоквартирных домов. И давайте мы очень резко и резво, вернее, живо обсудим вот этот момент. Готов ли вообще наш город поумнеть? Ну что, кто начинает? Я начинаю. Да, конечно. Хорошо, коллеги, но на самом деле, как мы воспринимаем? Ну, поскольку я координатор проектного офиса города Якутска, и, безусловно, все пять направлений, которые мы сегодня реализуем, так или иначе содержат в себе направление по умному городу, который потом, сводясь в себя, создает вот этот такой комплексный проект. Что такое для меня умный город сегодня, да, и какие требования мы выставляем для наших партнеров, ресурсно-набжающих организаций, управляющих компаний, жителей нашего города, да, и так далее можно перечислять. Для меня умный город – это всего лишь инфраструктура, это не конечный продукт. И сегодня я понимаю для того, чтобы в этом городе, в умном городе, жилось комфортно, он был прозрачный в свете данных, да, он был экономически целесообразным, можно было экономить, используя эту инфраструктуру, жителю в первую очередь. Мы должны создавать такую систему и платформу, которая позволяет нам делать. И она будет достаточно интегрирована во всех своих направлениях и создаст конечный продукт, на который уже будет, но конечный продукт – это все-таки интеллект. То есть это когда мы вот эту инфраструктуру умного города задействуем в дальнейшем, для того, чтобы наш житель города Якутска мог, не выходя из дома, видеть, сколько он потребил, какая экономия у него получилась, куда экономия-то пошла, пошла ли она в целях оплаты услуг по моему дому, либо пошла к моему соседу, который не доплатил, да, из общего котла началось это перераспределение. И хочу на законных основаниях прийти к своей управляющей компании, да, в каком бы виде она ни была, и как бы она ни называлась, и спросить, где эти деньги, куда они пошли, на уборку мусорного контейнера соседнего дома, либо на благоустройство территории. Ну, я надеюсь, что сейчас вот, наверное, подкручится, и мы уже сможем обсуждать. Пока у нас реалия такая, в 99, ну, я на процентах, скажем так, фонда, ситуация выглядит таким образом. Проживая, значит, в КПДшке, в которой ЖКУ худо-бедно поставила счетчики и так далее, и для того, чтобы пойти и расплатиться, я должен сделать одну элементарную вещь, в самом начале. Я должен нагнуться буквой ЗЮ, вот так вот, чтобы посмотреть данные своего счетчика. В каком виде я донесу данные этого счетчика, это уже вопрос другой. Или я напишу там 6 вместо 8, или того меньше, да. То есть, насколько, скажем, потребители, они обманывают ресурсников, управляющих компаний? Вообще, прозрачность, насколько остро стоит в свете взаиморасчетов между жильцами и теми компаниями, которые дают тепло, воду, электричество? Ну, к сожалению, на сегодняшний день ни один дом у нас не оснащен. Аскуты, да, так называемые, которые дистанционно производят сбор информации, съем показаний приборов, чтобы это все воедино собрать. Что касается общедомовых приборов, это все есть. Это все мы видим дистанционно, все снимается, а приходится верить только на слово жильцу, да, он приносит показания. Мы это вбиваем в программу. Пока на сегодня это так. Представим ситуацию, он расплатился с ипотекой, там, и так далее, и так далее, да. Осталось у него, ну, вместо рассчитанных 8-5 тысяч, и для того, чтобы он поняли свои расходы, говорит, о, а у меня, вы же на слово просто поверите им, когда он принесет показания за воду, там, за электричество и так далее. Поверите просто, да. Да, ну, счетчик в то же время опломбирован нами. У нас входит инспектор, который это все опломбирует, записывает, и это все в программу вбивается. То есть, он сегодня, он, может, не те данные принес, но в итоге все равно это все вылазит, как бы он это не скрывал. В итоге, ну, где-то в конце года, возможно. Да, возможно. Есть какой-то оперативный период, во время которого жилец может, ну, в своих интересах подыграть, скажем так. Конечно же, вот вся концепция умного города, она на этом и строится. Жители чего хотят? Они хотят справедливости и комфорта. Вот. Тут, конечно же, справедливости плавающее понятие, получается, потому что разница показаний, это все... Открытости. Да, открытости ложится. Открытости ложится на плечи, там, равными долями всех жильцов. Вот. Все, конечно же, красиво, да, мы вводим дома, но это единичный случай. А с проблемами мы сталкиваемся, вот я скажу, даже, ну, на город Якутск это будет ложиться, и на всю Россию. То есть, кто за это будет платить? Кто выступит инвестором? То есть, это вещь дорогостоящая. Вот. Управляющие компании, немногие имеют такой оборотный капитал, а те, которые имеют, они не готовы вкладываться, потому что имеют на своих плечах советский еще фонд, который нужно модернизировать и вкладывать чуть ли не годовой оборот. Они живут также по советским меркам. То есть, из кармана в карман деньги перекладывают и не хотят вкладываться. Вот. Привлекать инвестора со стороны, на данный момент, у нас закон сейчас еще не прошел чтение. То есть, на свой страх и риск заключается обычный договор о оказании услуг. А жилищный кодекс нам противоречит. То есть, деньги, которые там сэкономлены на отопление или еще на что-то, они должны быть распределены между жильцами. То есть, ни на какие иные цели это сделать нельзя. Как я говорю, закон проходит третьи поправки. То есть, законодательная база в этом случае, она еще не доработана. То есть, мы идем как бы вперед паровозом, мы говорим о энергоэффективных домах, технологиях, инвесторах, а закон еще не доработан. И еще одна проблема, это нет межредственного координатора. То есть, если это Минэнерго, раньше у него была целая программа до 2020 года, но когда эту программу закрыли, координатор потерялся. И в 2014 году, как вы помните, мы ставили, когда 261 закон вышел, мы ставили вообще домовые приборы учета. Их поставили, все ресурсники, но авосы не там. Большинство из них, оно не работает. Оно просто не работает. Да, они не введены в эксплуатацию, они выведены из эксплуатации. И недобросовестные управляющие компании вели расчет по этим приборам учета, а жильцам не делали перерасчет. Все элементарно. Вот здесь вот разницу никто не видел. И это все только через СУП, через СУП, через Управление ГОЖНОДЗОРа приходится муторно и долго дотягивать. Даже есть такая ситуация, когда управляющие компании умудрились только вот буквально на днях вводить этот прибор учета, а у него уже срок поверки. И тут нас новая поперка. Я как представитель Ассоциации ФМКД раскручиваю эту тему. ЖКХ как бы на нашей стороне. Есть понимание, сейчас мы с ГЖИ ведем беседу, что все-таки за тот тариф, который управляющая компания брала, она должна была сделать осуществительную поверку. Она соглашалась на эти условия, но они отказываются. И опять, у нас даже 261 закон не до конца исполняется. Главной концепцией умного города это стоят умные приборы учета. То есть нам нужно сначала здесь доработать, в этом поприще. И нужно иметь те управляющие компании, которые хотят здесь работать, хотят концепции умного города. Многие не хотят. Это реальность. Реальность еще такова, что все мы жители, скажем так, многоквартирных домов, и в WhatsApp-группах есть совершенно разные люди. Все хотят справедливости, не хотят платить за того парня, который еще и т.д. То есть управляющие компании прежде всего заинтересованы в том, чтобы сделать прозрачными вот эти показания общедомовых. Конечно, мы заинтересованы в этом. А моменты всяких перестрелок на зеленом лугу и так далее в это абсолютно не входят. То есть у нас же еще есть имидж того, что управляющие компании это некие такие хапуги, которые хотят на конечном пользователе нагреть побольше денег. Согласитесь, что есть такой имидж. И надо его активно, наверное, извиняюсь. А то, что управляющие компании сейчас на острие, скажем так, научно-технической революции стоят, до этого никому извиняюсь, дела нет. А так оно и есть. То есть вот так мы вопрос ставим, насколько управляющие компании города Якутска, их 100, сколько, 115 примерно, готовы, скажем так, поумнеть, прежде всего, в материальной части, прежде всего, в плане той базы, того программного продукта, который обработает все эти данные. Ну, вот видите, у них нет мотивации сейчас. Главное – это мотивация. То есть у ресурсоснабжающих мотивация сейчас слабая. То есть экономия ресурсов – это их убыток получается. Опа! Вы как ресурсник это подтверждаете, да? Это понятно, это убыток, снижение реализации. То есть управляющим компаниям при переходе на прямые платежи, им тоже это, в принципе, не жарко, не холодно от этого. Нет, у них плюс-то есть. Только выгодно это жильцам. Нет, у управляющих компаний плюс есть. По крайней мере, у них налоговая база уменьшается, если там прямые. То есть через их, кажется, не собираются вот эти гигантские средства, да, и нет. Потом не облагаются налогом. То есть упали бабки. Плати налог. То есть, по идее, такова, что чем больше жителей идут на прямые расходы, прямые договора, тем для них выгоднее. У них остается там функция содержать. Да, содержание только внутридомовое и все. Да. Но, еще раз, насколько бы навороченных жилец не было, он поставил там на каждый радиатор, учет тепла, да, соединился в такой беспроводной интерфейс у себя дома и сидит на программе, написанной на правой коленке, да, подсчитывает, вот я потратил столько-то галорий и так далее. Потом приходит касса и говорят, сложу я комбинацию из трех этих, да, твои данные вообще ничего не весят. Ну, в смысле, не имеет смысла. Пока ситуация такая. И вот прорывный, вот Владимир, подтверди, что прорывный вот этот момент, когда Конституционный суд обязал управляющей компанией делать индивидуальные расчеты, если там стоит индивидуальный прибор учета. Давай, вот с этого момента чуть поподробнее, как вы видите? Да, это на сегодняшний день, вот, недавно уже вышла такая вот, такая новость, что Конституционный суд Российской Федерации вынес такой вердикт, где собственник, независимо от того, что стоит общедомовой прибор учета или не стоит, он может уже напрямую, да, рассчитываться по приборам учета индивидуально. Ну, на сегодняшний день, вот, есть мнение, что эти приборы очень дорого стоят, да. В принципе, я бы здесь чуточку не согласился, конечно, да. Если изначально дом не был оснащен такими приборами, у которых нету каких-то интерфейсов или выходов, да, это приходится там эти счетчики менять, к примеру, да, механические, там, водосчетчики, там, теплощетчики без выхода, чисто технически. Если изначально дом, вот, к примеру, по Кларе Сыткин, да, установлен с такими приборами, да, удорожание небольшое. Приборы учета, они уже изначально идут с импульсными выходами, к нему покупается передатчик, устанавливается. И на сегодняшний день эти технологии, они очень так быстро развиваются, что и постоянно идет удешевление. На сегодняшний день, к примеру, это программные продукты, ну, то есть приложение, да, мобильное, оно бесплатное. В принципе, собственник там единственное регистрируется, создает свой личный кабинет, и все, он может иметь все данные с приборов учета у себя в телефоне. Также управляющая компания тоже имеет в любое время, за любой период и текущие данные здесь и сейчас, да, к примеру. Вот проблема в том, что если там нету никаких там передатчиков, да, то собрать со всех данные с приборов учета одномоментно не получится никогда. Да, ну, по факту так, да, вот я со многим управляющей компанией тоже вот разговаривал, да, и здесь, получается, управляющей компанией нужно в одно время собрать данные и распределить разницу вообще домового прибора учета и квартирных приборов. В это время идет вот эта вот неразбериха, да, и собственники, которые, наверное, хотели экономить и экономно пользовались, да, им вот распределяется вот, на мой взгляд, ну, на сегодняшний день по таким же правилам, да, что не совсем корректные данные, да, он получает в конечном итоге своей квитанции, и он думает, что это несправедливо. Поэтому он начинает уже, наверное, ругаться. То есть, в любом случае управляющая компания должна быть переговорщиком. Прежде всего, а, для того, чтобы убедить жильцов потратить, скажем так, тысячи по три на определенную, скажем так, материальную часть, бы начать платить по новым правилам и вы, ну, по крайней мере, выдавать вот те данные, которые у них есть по общедомым, на гора для общего доступа, чтобы, ну, любой, который, если экономно там 4 рубля 43 копейки, да, взял бы и сравнил бы. Но, еще раз, Василий, вот, Владимир, для этого надо быть большим специалистом, вот 7-5 евро. Вот поэтому я говорю, нужен координатор. Единственный выход – это координатор. Сейчас столько много и интернет вещей решений, и приборов учета. Если бы, вот, простой пример, если бы интернет в каждой стране делали, да, свой интернет, то у нас бы не было единого интернета. Вот то же самое здесь. Если мы берем за концепцию умного города город Якутск, должно быть одно решение. Одно программное решение. Одно программное обеспечение, один бигдата там и облачный сервис, все это одно должно быть. Не каждый разрабатывает дом свое, мы никогда это в кучу не сведем. Это все рассыпется и разрушится. Каждый будет работать по-своему. И интегрировать это все будут опять сбои и очень сложные вещи. Вам требований кто думал? По той системе, которую реализованы. По той системе, вот, мы договорились с застройщиком АЭП Капитал. И у нас изначально мы выбирали, ну, до этого мы изучали такую вот различные системы, и нам понравились там несколько компаний, которые вот именно дают не такую дорогую, да. Ну, еще раз скажу, что этот этап, который был реализован в этом новом доме, да, он изначально, ну, как бы первый этап, это оснащение приборами, которые передают данные. Вторым этапом, это, я думаю, считаю, что нужно делать биллинг. То есть, это второй уровень, где программно уже обрабатываются данные всех приборов учета, и в конечном итоге можно даже программно в любое время вытаскивать там квитанции, например, перевязать это к тарифам, к рублям, там, в принципе, это возможно. Также я вот чисто технически нету никаких там препятствий, да, для того, чтобы собственник видел и общедомовое, ну, данные общедомового прибора учета. В принципе, в своем же приложении он, в принципе, это технически возможно, да, что он видел бы общедомовые данные приборов учета, и сам бы мог там посчитать легко. На сегодняшний день, наверное, вот открытость, да, то, что вот сейчас говорите, играла бы хорошую роль для того, чтобы его популяризировать. К примеру, закон и так требует, да, вот устанавливать приборы учета, но в скором времени пока еще этот законопроект, мне кажется, еще не принят. Нет, на самом деле, коллеги, все-таки я вот всех призываю, да, значит, начать сначала. Давайте мы сразу после рекламы, да, я просто хотел проиллюстрировать пример, да, есть закон, ну, давайте возьмем, есть требование оснащать все здания пандусами для инвалидов. Как это делается? Кто-то городит лифт, кто-то городит пандус в таком виде, кто-то там, нажмите кнопку, чтобы вызвать специалиста, который поднимет вот эту коляску, да, и занесет дом. Решение может быть разное, так что сразу после рекламы мы еще раз поговорим о том, как унифицировать вот это решение для того, чтобы Якут стал настоящим умным городом. Первая часть нашего разговора, которая касалась готового ли ЖКХ коммунального хозяйства города к внедрению умных технологий, проявлена такая серьезная, а что такие серьезные? На самом деле, реально, когда касается, извиняюсь, вот этих вот вещей, да, кошельков наших, тут надо быть посерьезнее, ну, скажем так, вся вот эта научно-техническая революция, как сказал Перерыв Василий, ляжет нагрузкой именно на наши кошельки. Вообще-то мы, ну, вернее, вот эти индивидуальные приборы учета, это головняк только жителей. Ну, если дом, скажем так, введен, уже эксплуатируется и так далее. Я согласен. Возьмем пример просто нового застройщика, который уже на начале нулевого, скажем так, уже зашил вот эти приборы. Честь вам и хвала, ну, в смысле, тем застройщикам, да. Я уверен, что все больше и больше застройщиков пойдут по этому. То есть им же выгодно, скажем так, более-менее дорого продавать свои квадратные метры. Окей. Владимир коснулся биллинга. Вот это все оборудование, оно должно быть интегрировано в определенную систему, которая стандартизована у нас в регионе. Что это за система? Биллинг, он же есть. Он есть. И я тут вообще хотела сказать, вот мы действительно так достаточно субурно начали обсуждать, да, каждый о своем, мы до этого поговорили, да, и так далее. Мы, конечно, знали примерно, у кого какие есть проблемы, но нас смотрят на самом деле конечный потребитель, да, и мне хочется до него донести и немножко рассказать и объяснить эту всю систему. То есть для того, чтобы житель города Якутска, наш житель, да, чувствовал себя комфортно, получал актуальную, полную информацию, открытую, да, о том, чем он пользуется, как он пользуется, как он платит, за что он платит, куда дальше идут эти деньги. На самом деле у нас есть ГИС ЖКХ Российской Федерации, программный продукт, значит, есть региональный продукт, РГИС ЖКХ, куда в любом случае все управляющие компании обязаны вводить определенные сведения по приборам учета, по, значит, потребляемым ресурсам жителя города Якутска, да, и есть биллинг, то есть у нас есть биллинговый центр в городе Якутске, действительно, мы сейчас более или менее что-то видим, обрабатываем платежи и так далее. Да, есть проблемы сегодня с, значит, РГИС ЖКХ, действительно, в какой-то период времени было тяжело забивать туда сведения, действительно, они неправильно, некорректно выгружались, скажем так, не все, может быть, мы могли видеть, как город не мог видеть, житель, управляющая компания именно в этом программном продукте, да, но вместе с тем, я хочу о чем сказать и обратиться сейчас к жителям города Якутска. Мы все о чем сейчас разговариваем, о том, что для того, чтобы житель полную актуальную картину увидел по своему дому, нужно что? Если бы был общий домовой счетчик, к которому мы уже привыкли, общий внутриквартирный счетчик, и если бы все эти счетчики были обвязаны, эта программа называется СТКУ, да, вот то, о чем вы говорите, и тот дом, который был построен на Клары Цеткин, такой дом не один, естественно, у нас есть еще в городе такие дома, да, и даже не 10 этих, которые обвязаны, имеют возможность автоматической передачи данных. Это очень отлично, потому что здесь уже никого не обмануть, здесь не поставить магнит, здесь житель, который нагнулся, посмотрел, он уже не обманет ни управляющую компанию, ни ресурсника не обманет, ни себя не обманет в первую очередь, да, и на самом деле, вот здесь какая ситуация? Есть у нас новый жилой фонд, в котором проще все эти вещи сделать, да, и здесь город Якутский, проектный офис предлагает простое решение, у нас сегодня точечной застройки уже в городе нет, да, да, сейчас достроятся те дома точечные, которые были, далее у нас все в любом случае строится на основании договора о развитии застроенной территории. Поэтому город Якутский, проектный офис города Якутска говорит, просто очень, мы сейчас это требование включим, и все равно застройщики будут сегодня строить те дома, которые нам необходимы, будут строить дома со СТКУ, которые будут автоматически одномоментно выгруждаться, это будет корректная информация, которая позволит в последующем отслеживать, куда пошли деньги, а именно экономия по ресурсам, на мой дом, не мой дом и так далее. Здесь решить ситуацию, в принципе, можно с учетом административного ресурса, который мы имеем. Есть второй блок проблем, это те дома, которые сегодня у нас уже введены, работают, и в которых частично есть приборы учета, частично их нет, естественно, они не обвязаны и так далее. Я хочу донести до всех, на самом деле, кто больше всего заинтересован в том, чтобы этот СТКУ был, и кто, самое главное, может влиять на это, это на управляющую компанию и на всю систему создания инфраструктуры, которая приведет нас в последующем к умному городу, к умному дому, к умной квартире сначала, потом к умному дому и к умному городу. Именно житель. И поэтому, если житель поймет, и управляющая компания поймет одну простую вещь, что вот тогда, когда СТКУ, всем все видно, все корректно, все правильно, да? Значит, если нет СТКУ, чем это потом будет грозить? Вот хотя Василий сказал о том, что у компании, в принципе, не горячо, не холодно, ресурснику не горячо, не холодно, будет холодно и горячо, когда? Тогда, когда общедомовой прибор учета покажет одни показания и пойдет прямой расчет с ресурсоснабжающей организацией, так? Значит, управляющий компания, житель, значит, рассчитается, а внутриквартирные счетчики покажут совсем другие данные. И здесь кому придется платить? Управляющей компанией, потому что вроде как, ну, будет, значит, совершенно некорректные данные и там, и там. Так? Не стыковочка, скажем так. Не стыковочка. И тогда на кого ляжет? Вот здесь, вот здесь. Управляющая компания, когда ей придется откуда-то брать эти деньги, опять-таки от жителя, да? Да? Естественно. Потому что мы понимаем, что все равно на жителя города ложится. Она пойдет на проверку, кто неправильно показал, как неправильно. И вот здесь мы о чем говорим? О том, что будет затрачен колоссальный ресурс. Я должна нанять человека, или он у меня в штате есть, которого я должна отвлечь от другой работы. Он должен вместо того, чтобы пойти мне обвязывать, варить батареи и устранять протечки, он должен пойти и проверять, кто из жителя некорректно представил информацию, кто поставил магнит и так далее и тому подобное. Если бы у нас этот дом был обвязан, тут нужно нам всем понять. Этого бы не пришлось делать. То есть управляющие компании в ближайшем будущем, месяцев через 5-6, при приеме от застройщика, скажем так, дома на эксплуатацию, будут первым делом требовать наличия стыклу. Обязательно. Более того, город будет требовать. Да. Не в их интересах, а потом, извиняюсь, непроверенные данные, скажем, сдавать для расчетов с ресурсниками и переплачивать при этом, скажем, значимость. Не мы требуем застройщика, это должно быть уже в проекте. Это уже 261 закон требует. Да, он уже требует, я тоже об этом хотела сказать. Мы тут должны как бы по-другому. Тут уже 261 закон всех ресурсников подстегивает, у которых перешли на прямые платежи. То есть он о чем говорит? Общие домовые нужды. То есть жители, они платят только какой-то норматив. А все, что выше норматива, ложится, если это прямой, это говорит на ресурсников, если это, то на управляющую компанию. Как бы он уже нас подстегивает тем, чтобы всех, чтобы мы ходили и искали эти потери. Нет, Наталья тут сказала насчет нестыковочки, когда у меня в квартире стоит квартирный прибор, да, и управляющая компания мне вносит совсем другие цифры. Понятно, вот нормативную разницу у ДУЭНа, да, вот, сверхнормативную, будет платить или управляющая компания, или ресурсник. Вот и все, законодатель так распределяет. Ага, то есть жителям... То есть мотивация как бы она какая-то, но она есть. То есть жителям выгодно иметь внутри квартирные приборы учета, обвязанные... Обвязанные, а с ТКУ, потому что даже выгодно когда... Вот вроде бы я живу в своем домике, мне ничего не интересно, да? На самом деле, когда мне выставляют счет за моего соседа, у которого, например, стоит счетчик, поломан счетчик, или какая-то ситуация... С магнитиком. Или еще с чем-то. Вот здесь, пока... Вот о чем я говорил, это принцип справедливости жителей. Пока горожанин, да, пока горожанин не поймет, что это важно, и что он платит за эти вещи, и пока мы все не вскроемся, как говорится, да, и не будем открытыми друг перед другом, к сожалению, это будет ложиться на плечи жителя города Якутска. И в первую очередь, да, я хочу, чтобы меня сейчас хотя бы какой-то процент жителей услышал и понял, что на самом деле на эту ситуацию влияет именно житель. Именно житель может сейчас говорить, то есть вот поймите, пожалуйста, а с ТКУ программа Эргиз, да, она все равно ЖКХ завтра заработает. А на сегодня уже нашли все там некорректировки, завтра уже есть совещание, это я вам просто как человек из муниципалитета говорю, да, который к власти более или менее близок. Я понимаю, что там происходит. И завтра вот эти все штучки, они уже не пройдут, потому что сегодня, завтра уже система заработает, мы вскроем все эти данные и все эти нестыковки, которые были, по вине кого, это второй вопрос. Они все всплывут. Поэтому сегодня мы должны понимать, и житель города должен понимать, что именно он делает вот эту систему прозрачной. Именно он может повлиять на свою компанию, поменять ее, убедить ее, проголосовать. Вот сегодня мы разговаривали, прощи компании говорят, нам очень сложно работать с жителями. Нам трудно их убедить, что нужно сегодня обвязать все счетчики, потому что это определенные затраты, которые заложатся на жителя. Конечно. Но житель должен понять, что да, понеся вот эту какую-то определенную затрату сегодня, но эта затрата может быть растянута на определенное время, правильно? Правда, и компании сегодня на это идут и говорят о том, что мы готовы давать рассрочку жителю. Но ту квитанцию, которую получит житель в будущем, она будет совсем с другими цифрами, в сторону комфорта для жителей. И здесь вот я хочу все-таки, пользуясь этой программой, обратиться ко всем, чтобы все мы поняли, о чем мы говорим. И поэтому, вот я как раз мы с управляющими компаниями сейчас разговаривали, я говорю, нужны истории успеха. Здесь управляющие компании обладают определенным резервом денежных средств сегодня, пока это тот котел, о котором мы говорим, который нам всем не нравится. Можно сделать историю успеха, обвязать один дом, убедить, кинуть все силы на это, обвязать и показать дальнейшим домам, насколько и когда эта экономия приходит. И это колоссальные деньги на самом деле, которые перераспределяются потом, и житель в конечном итоге не видит. Сейчас он это увидит. Если кто-то из присутствующих владеет такими цифрами, давайте мы назовем эти цифры, чтобы людям, по крайней мере, еще раз дошло, сколько они смогут сэкономить. Какие это цифры? Месяц, год, отопительный сезон? Ну, речь идет о больших цифрах. Может быть, Ростерсон, обвижающая организация, я не знаю, может, или управляющая компания. Эти данные, к сожалению, я не обладаю. Все исходит от прибора учета, который собирается внедрять, и от того перечня услуг, который там будет стоять. Вот я говорю, поэтому, когда концепцию умного дома города делаем, мне кажется, для каждого дома четко должны быть как бы три вещи. Это общедомые приборы учета, квартирные приборы учета и замена всех труб. Потому что большинство сейчас это износ труб. Вот здесь вот еще один сдерживающий момент умного города, это во многих управляющих компаниях нет персонала квалифицированного. У нас очень много утечек, вы посмотрите зимой, как по воде, так и по отоплению. Это что такое? Это значит, не ведется плановая работа. То есть люди вообще не понимают, что это такое. Все на чопиках стоит. А это же замена внутри домовых труб, это же один из моментов энергии. Хорошо, еще раз говорю, хочу, я присоединяюсь к призыву Натальи Владимировны о том, чтобы люди должны быть... Сколько, какие цифры это? Один дом, это по... Ну, это все долгосрочное, конечно. Нет, по ресурсам, месяц, сколько? Сколько есть экономия? Нет, не экономия, сколько? Какими цифрами оперирует управляющая компания за один месяц? В одном доме? Ну, все зависит от дома, от объема дома. Ну, скажем так, среднего года постройки, начало 2000-х. На 80 квартир, примерно. Миллионов сколько? Миллион. Миллион? Месяц. И я задам как раз вопрос. То есть, вот сейчас я просто боялась назвать эти цифры, все-таки я не управляющая компания, но я о них знаю, да? Это миллион и более. И мы прекрасно понимаем, что когда управляющая компания получает такую экономию жителя... Нет, я не про экономию говорю, не про экономию. Хорошо, хорошо. Это не экономия, это вообще оборот. Задам другой вопрос. Управляющая компания сегодня здесь присутствует, у них не один дом, да? Да. Есть умный дом, но и не умный дом есть. Я хочу тогда задать прямой вопрос. Вы же не опровергаете того факта, что есть экономия по каждому дому? У них пока умных домов нет. Мольше, меньше, нет. Но в любом случае приборы учета у них есть, и они прекрасно понимают. Ну, в любом случае, вот два года назад мы ввели вот этот погодозависимые датчики установили на домах, которые работают с этим отоплением в зависимости от температуры наружного воздуха. Это все работает, это все есть экономия и экономия. Это мы, естественно, делаем перерасчет жильцам. Все отражается, все есть в квитанциях. Ну вот, если кому-то мы все жители города Якутска, кому-то делали перерасчет, вот я хочу, коллег, спросить. Извиняюсь за то, что было тепло, да, в апреле. Нет, вот я хочу спросить. Допустим, на меня ни разу не выходила моя управляющая компания, не спрашивала. Во-первых, а, не говорила, есть ли экономия по моему дому, б, не спрашивала, а куда я эту экономию хочу израсходовать. Но я точно знаю, как человек, который в проектном офисе занимается этим вопросом, о том, что экономия есть по каждому дому практически. Ну, я усредняю, да, я, конечно, не беру старый фонд, который действительно сегодня не в благоприятном состоянии. Я говорю дом, который 10-го дома постройки, например, у нас таких много, да. По этим домам здесь, наверное, мне не дадут соврать. Вот у меня вопрос тогда, если есть экономия, то какая? И управляющая компания проводит, у меня на доме, например, не проводится таких собраний. А проводят ли они? Какая экономия? Наверняка, можно сказать, усредненная. Она есть, и тут я просто хочу услышать, она же ведь есть. Мы живем за один дом, находится у нас на Паярково 20-1. Это Паярково 20-1 делится на две очереди. Первая очередь, вторая очередь. Если вот с одной очереди мы договорились, это им сделать косметику, счет экономии. Другая очередь у нас отказалась и просто им сделали перерасчет. Это вот, ну, кто как пожелает. Это все зависит от жильцов, все решает. Стоимость косметического ремонта двух подъездов, да? Нормально, в принципе? Трех подъездов. Трех подъездов. Деньги хорошие. Вот, Владимир, вы до недавнего времени говорили, я никогда не зайду в МКД и так далее. Но когда представилась возможность, абсолютно новый дом, зашить, скажем так, теми датчиками, теми приборами, вы все-таки зашли в МКД. Вы знаете вот эти цифры, сколько можно сэкономить на отоплении хотя бы, на одном пункте? Ну, я сейчас не могу сказать, я также не управляющий компанией, да. Мы, это у нас первый дом, оснащенный такими приборами, что-то. Поэтому я не буду говорить. Но я знаю, что без определенного уровня экономии ты бы просто не зашел. Конечно. Смотрите, да. Ну, здесь еще вот вторая часть, да. То, что вот сейчас у нас умные счетчики, да, которые подключены к диспетчеризации, у них есть архивация. К примеру, за какой, любой определенный период, да, там сутки, день, ну, то есть месяц, там год, и в сутки за каждый час есть определенный архив. Ну, к примеру, кто-то живет, да, если поставил магнит, и там семь дней вообще не пользуется водой, ну, это уже подозрительно получается. А когда архивации нет, выяснить это в конце месяца, да, раз в месяц, если передают, то очень проблематично будет. К примеру, он потребил, ну, утрированно, скажем, 10 кубов. За какой период, непонятно, да. Последний день он использовал, ну, включил этот счетчик. Вот с этой точки зрения, вот архивация, опять-таки, поможет управляющим компаниям, ну, и ресурсникам. А как доказать потом, что был магнит? Ну, никак. Вот на самом деле, Наталья Владимировна очень хороший вопрос подняла, да, вот про перерасчеты, да. Вот ситуация такая в груди, что большинство компаний, они не делают перерасчеты. Вот отопление, это та сверхприбыль, которую они распределяют на себя. Да, понимаете, а если и делают, то делают не за весь период, а за два, за три месяца. И отследить вот это очень сложно, крайне сложно, практически невозможно, да. Ну, возможно, но если копаться в этом и заниматься этим. И то есть вот с теми нашей передачи, да, вот те компании, которые не хотят от этого уходить, это вот сдерживающий барьер и будет. Они не хотят от этого сверхприбыли. Это в первую очередь мелкие компании, которые, скажем так, играют на понижение и так далее. Тут надо рассматривать, это много компаний, конечно. Нет, тут разные компании. Тут должны включиться все организмы, все механизмы, то есть ГЖИ должен очень щепетильно к этому относиться. То есть прямо вот как фаз-команда на эти управляющие компании. А у нас закон как трактует? Только заявительный характер. Я написал, мне сделали. И то я должен потом еще пойти и проверить. А за месяц мне сделали, за два или за весь период отопительный. То, что там, пойди в этих цифрах, разберись. А если какой-то бабушке, то она вообще не поймет, что там сделали. И еще раз, у нас пока в противостоянии... Хорошие компании и плохие компании. Не, 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 я говорю противостояние того, что есть муниципалитет, который чуть ли не силой хочет насадить определенные технологии, которые позволили бы сделать вот эти потоки, в буквальном смысле, да, воды, электричество, отопление более прозрачным. И есть один, два из сотни вот таких вот ушлых людей, которые ставят и магниты, и каким-то образом занижают показания, и так далее. Пока выигрывают вот те вот товарищи, которые все-таки заставляют платить за себя кого-то другого. Пока выигрывают. Но в ближайшее время, скажем так, сделать вот это будет довольно проблематично, потому что технологии развиваются все-таки. Потому что Эргис уже практически заработает. Я говорю, если сейчас были какие-то, до этого были какие-то проблемы, сегодня озадачено очень серьезное Министерство жилищно-коммунального хозяйства этим вопросом. И я вам точно говорю, что эта система заработает уже завтра или сегодня, да? Буквально со дня на день мы ждем, когда заработает региональная система Эргис ЖКХ. И, скажем так, обмануть управляющую компанию уже жильцам многоквартирных домов будет гораздо проблематичнее. Увидимся следующей неделе со следующей темой программы «Один из нас». Продолжение следует...